МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повышенный спрос. В России досрочно завершатся продажи путевок по детскому кэшбэку. Возрождение водного туризма. В Барнауле начали проводить музейные экскурсии на теплоходах. Начнем выпуск с шторм-прогноза. Медиазависимым людям в ближайшие дни стоит внимательно следить за своим здоровьем. В Алтайский край накроет аномально жаркая погода до плюс 40 градусов. Сегодня воздух прогрелся до 23 градусов, но уже ко вторнику температура может достигнуть плюс 35 и даже 40 градусов. В МЧС предупреждают, в такие дни не стоит проводить на солнце слишком много времени. Не стоит забывать и о водном балансе. А в целом спасатели рекомендуют позаботиться не только о себе, но и о природе. Несмотря на то, что пожароопасный режим в Край отменили несколько дней назад, уже в предстоящие выходные на территории региона вновь наступят условия, благоприятные для возгораний. Будьте внимательны и не допустите пожара. И к другим темам. Платные парковки в центре Барнаула неизбежны для краевой столицы. Об этом заявили эксперты на дискуссионном клубе «Точки зрения», который провела сибирская медиагруппа. Когда это случится и как эту идею воспринимают автолюбители, расскажем далее. Барнаул, транспорт и масса дорожных проблем, которые горожане испытывают вот уже месяц с начала ремонта моста на новом рынке. Для повышения транспортной доступности власти краевой столицы первым делом решили внедрить выделенные полосы. Неудобные для машин, но комфортные для общественного транспорта. А вот дальше, говорят эксперты, не обойтись без платных парковок. Следующий шаг, знаете какой? Платная парковка в центре города. Как бы мы к ней не относились? В чем там зазорного? Доехал на общественный транспорт, уехал. Он должен быть комфортный, да? Вот комфортность общественного транспорта, она хромает, но она будет решаться в перспективе. Я считаю, что это с введением платных парковок по городу. По мнению экспертов, платная парковка решит ряд вопросов. Во-первых, движение по выделенным полосам для общественного транспорта будет свободным. Как показывает практика, автолюбители паркуются каким удобно, несмотря на знаки. Во-вторых, разгрузить третью полосу движения по Ленина в сторону речного вокзала, где сейчас паркуются водители. Однако нововведение не одобряет большинство автолюбителей. Да против бы, конечно. За что платные парковки-то делать, почему? Как бы все спокойно ездят, как бы все замечательно. Я не вижу этого смысла. Так можешь вообще тогда сделать везде платно. Смотря сколько стоит будет. Это проще оставить так, как есть. Отрицательно. В принципе, если другой ситуации нет, то, конечно, тут уже вынужденная мера. Наверное, против. Почему? Всегда бесплатно было. Против платных парковок высказались и подписчики телеграм-канала сайта Толк. По результатам опроса 48% голосующих не поддержали идею. 22% отнеслись положительно. 10% параллельно. Они ездят исключительно на автобусах. И 8% совсем без разницы. Другой момент. Для создания платных парковок еще нужно учесть немало важных моментов. Скажем, надо подходить к этому с умом, потому что есть определенные требования к платным парковкам, что необходимо, допустим, решать проблемы с парковкой во дворах прилегающих. То есть это надо шлагбауму делать. Во-вторых, надо делать только в тех местах, где наблюдаются проблемы. То есть либо это выделенные полосы, которых могут парковки мешать, либо это места, где паркуются в 2-3 ряда. Пока идея с платными парковками на уровне обсуждений. Но, как показывает практика, с выделенными полосами предложение может стать реальностью. Вопрос, правда, во времени. Создать платные места под авто в ближайшей перспективе явно будет непросто. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Доходы жителей Алтайского края растут. По крайней мере, такие выводы можно сделать, исходя из данных, которые озвучили во время публичных слушаний по законопроекту об исполнении краевого бюджета за 2021 год. За отчетный период выросли и доходы казны на 112% по сравнению с 2020 годом. 3,8 тысячи рублей – это средняя заработная плата. Темп роста 114% к 2020 году. Данные темпы роста превышают среднероссийские темпы роста показателей и среднеокружных. Как вы видите, расходная часть краевого бюджета растет на 111%, а темп роста заработной платы превышает. Стало больше и социальных выплат, отметили депутаты. Самый существенный рост – 46% – касается поддержки материнства и детства. В денежном выражении на эти цели в крае потратили почти 15 миллионов рублей. Кстати, в ближайшие два года Алтайский край получит больше 2 миллиардов рублей для капитального ремонта образовательных учреждений. В правительстве края обсудили новые меры поддержки бизнеса. Одна из задач, над которыми сейчас работают представители предпринимательских сообществ – снижение налоговой нагрузки, введение льгот для собственников объектов культурного значения, помощь стартапам, особенно в секторе импортозамещения. Но эти ли проблемы особенно волнуют бизнес? И улучшается ли алтайский экономический сектор? Расскажем далее. Последствия от санкций не видят. Пока состояние малого и среднего бизнеса краев правительство оценивает весьма позитивно. Так, самозанятых в регионе уже больше индивидуальных предпринимателей. А оборот небольших предприятий за прошлый год вырос на 16% по сравнению с 2020. По итогам 2021 года сектор МСП формирует порядка 28 миллиардов рублей, или 36% от общего объема консолидированного бюджета региона. Пандемия приучила бизнес искать новые подходы. Наиболее часто изменяться приходилось сферам сельского и лесного хозяйства, обработки дерева, торговли. Но проблемы есть, и их немало. Например, после отмены ЕНВД на патент пришло почти 27 тысяч игроков рынка, а желающих больше. Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов регулярно принимает жалобы от сельских предпринимателей, которые торгуют лекарствами или обувью. Реализуя эти товары, они не могут применять патентную систему, так как налоговым кодексом запрещено применение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, реализующих лекарственные средства, обувь и меховые изделия, подлежащие маркировке. Никто не может понять, почему это, тем более на остальные виды товаров маркируемых таких ограничений нет. Еще одна тема, которой занимается уполномоченный – налоговая льгота на имущество для организации собственников объектов культурного значения региона. Иначе реконструировать историческую память для них убыточно даже при сдаче помещений в аренду. В целом же власти подчеркнули, что в последние годы проблемы бизнеса решают эффективнее, так как участвуют в этом несколько сторон. И такое взаимодействие планируют продолжить. Тем более, что сегодняшнее положение страны обязывает искать новые подходы для поддержки и развития отечественного бизнеса. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. Академия мужского здоровья сегодня собралась в стенах Алтайской краевой клинической больницы. Там ведущие медики страны подняли проблемы детской и взрослой урологии. С одним из специалистов Российского научного центра удалось пообщаться в нашей съемочной группе. Она также побывала на операции, которую врачи провели совместно с московскими коллегами. Количество врожденных аномалий увеличивается, увеличивается. И боюсь, к сожалению, что будет увеличиваться. Именно касаясью аномалий в мужских половых органах. И это прослеживается и в количестве операций, выполненных у детей. И, соответственно, это приводит к необходимости передачи этих больных в правильные руки, а именно специалистам, урологам, андрологам взрослой сети. Конференция, она преследует именно то, чтобы сегодня на территории Алтайского края сформировать вот такую преемственность и развитие системы мужского здоровья на всех этапах взросления мальчика и перехода в возрослую состояние. Вчера мы были в детской краевой больнице. И хочу сказать, прям поклониться в ноги главному врачу этой больницы. Потому что, в отличие от многих территорий нашей страны, здесь буквально недавно создано отделение детской урологии и андрологии на 30 коек, в котором представлен практически весь спектр возможного оказания помощи детям со сложными уроандрологическими заболеваниями. Поэтому я просто хочу поздравить весь народ большого края, что у вас есть такая возможность обращаться именно к вашим специалистам, которые ничуть не хуже, чем специалисты из других регионов. Решить проблемы, рассмотреть предложения. В индустриальном районе Барнаула открыли общественный центр партии «Единая Россия». Это уже третья площадка в городе для диалога властей с жителями. Какие вопросы будут рассматриваться в приемной? И что удалось осуществить уже в день ее открытия в сюжете Софии Яценко? Если будут приходить, прямо отправляете, направляете. Здесь будут и специалисты сидеть, и мы будем по графику принимать. От образования до здравоохранения. В новой приемной готовы выслушать граждан по любому вопросу. В самом оживленном районе города общественную площадку открыли для объединения усилий единомышленников в решении проблем как района, так и в целом города. Здесь еще очень большое количество именно людей с активной жизненной позицией. Те, которые интересуются жизнью города. Те, которые имеют какие-то предложения, части благоустройства, что непосредственно потом будет ходить и выливаться в бюджете города. Обустройство спортивных и детских площадок, ремонт дворовых территорий и проездов, а также обрезка деревьев. Благоустройство – одно из основных направлений деятельности площадки. Но спектр задач огромный. В первый же день работы приемной барнаульцы стали активно обращаться с разными вопросами. Так, по просьбе пенсионеров, здесь организовали курсы компьютерной грамотности для пожилых. Научились печатать, включать, выключать компьютер, пользоваться интернетом. А глубины знаний нет. И точно так же мы не можем зайти ни на какие там, допустим, госуслуги или проголосовать за эти территории. Мы хотим это сделать, но не умеем, не получается. Здесь будут проходить не только приемы граждан с их обращениями, с их проблемами. Здесь будут проходить различные мероприятия и просветительского характера, и мероприятия общественного характера. Поэтому эта точка притяжения, где люди могут приходить со своими идеями, со своими предложениями, со своими проблемами, они обязательно будут услышаны. Новый пункт разместился по адресу улицы Георгиева, 12. Принимать граждан будут по будням с 9 до 18 часов. София Ценка, День с толком. Барнаул пока не вошел в число сибирских городов, откуда можно напрямую улететь в Турцию. А между тем, такая возможность открылась для двух других сибирских городов. С 3 июня возобновлены чартерные рейсы в зарубежную страну из Новосибирска, а с 10 июня улететь в Анталию можно будет из Красноярска. Правда, в целом в России не спешат увеличивать число городов, напрямую связанных с одной из любимых соотечественниками стран для отдыха. Как пояснили нам в Барнаульском аэропорту, все из-за того, что значительное число самолетов на территории России находится в лизинге у иностранных компаний. Последние могут просто не выпустить воздушные суда обратно, и пока каждый полет за границу, говорят специалисты, довольно рискованный. Новая волна водного туризма в Барнауле. В Краевой столице реализуют проект путешествий, а точнее теплоходных экскурсий по реке Обь. Это совместный проект речфлота и Краеведческого музея в интересах обеих сторон. Для этого даже специально выделили два теплохода. И ежемесячно летом 2-3 раза сотрудники Краеведческого будут знакомить всех желающих с археологическим прошлым, купечеством в Барнауле и не только. Далее слово Татьяне Голубевой. В те времена, когда не было промыслового лова, рыбу здесь ловили большую, и осетров, и стерлядь, и крупных налимов. Идея проведения музейных экскурсий на воде возникла у научного сотрудника Артура Кунгурова. Руководство поддержало, Барнаульский речфлот оказался тоже двумя руками за. В прошлом году опробовали, поняли, что людям зашло, и в этом сезоне экскурсии будут еще более разнообразными. А рассказывать есть о чем. И главное, спрос имеется. Последняя прошлогодняя прогулка по реке собрала 120 человек. Стулья заносили снизу, потому что сидеть тут не на чем было. Плывем до цветов Алтая, я рассказываю то, что было, какие эпохи были, какие представлены, что из себя представляют. У нас есть раздаточный материал, который мы пускаем по рядам, проплывая через тот или иной памятник. Даже в прошлом году специально приехали для участия из Рубцовска две женщины. В этом году мы расширяем тематику этих экскурсий. То есть, если в прошлом году у нас посетители могли послушать экскурсии, связанные с археологическими памятниками, то в этом году мы включили экскурсию, которая будет связана с, скажем так, биоразнообразием, да, Аби, берегов Аби и так далее, и тема купечества. Руководство Барнаульского речного флота под такие экскурсии выделило теплоход «Москва». Оно готово выпускать его в рейсы не только по выходным, но и в середине недели. Правда, пока не ясно, наберут ли нужное число туристов в будни. На борту должно быть не меньше 25 человек. Мы решили, что мы в июне сейчас посмотрим, насколько это будет интересно людям, удобен ли для них этот график. И, конечно, если, например, мы будем видеть, что это вызвало очень большой резонанс, и отклик, и посетители хотят этого, то, естественно, мы будем пробовать увеличивать. Вообще, такие экскурсии популярны во многих городах страны. Мы ограничены коротким и не всегда теплым летом, но музейщики готовы работать и на перспективу, если будет возможность. Зависит не от нас это все. Это зависит от того, будет ли на чем ездить для того, чтобы осмотр делать. Потому что вообще-то по берегам Аби памятников, объектов разного времени и археологических, и более поздних очень много. По еще старым, так сказать, советским методикам данный корабль должен работать 25 лет. Потом его надо было списывать. Он сейчас сколько работает? Ему уже больше 50. А сколько он сейчас может проработать? Ну, он еще может столько же проработать. Если его поддерживать в техническом нормальном состоянии, что мы и делаем. Потому что купить за 100 миллионов хотя бы один корабль, у нас нет такой возможности. Развития в данной ситуации у нас, ну, я лично не вижу. Единственное, если придет какой-то инвестор мощный, который просто возьмет и купит флот. Тесное сотрудничество с музеем, да и обычные летние водные прогулки позволяют нашему речфлоту хоть как-то находиться на плаву. Так что будущее у водного туризма есть, пока теплоходы Москва в рабочем состоянии. Кстати, первая в этом году речная экскурсия запланирована на ближайшую субботу. Заказать билеты можно на сайте. Желающих уже достаточно. На сегодняшний день записалось 70 человек. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Из-за повышенного спроса в России досрочно завершают продажи путевок по детскому кэшбэку. 15 июня вместо 15 июля. Причина, по которой программы, позволяющие вернуть 50% от стоимости отдыха в лагерях, свернули на месяц раньше запланированного. Практически полная загруженность учреждений. Многие лагеря, участвующие в программе, сообщают о полной загрузке. И это при том, что их количество в этом году увеличилось. В Алтайском крае 54 оздоровительных загородных лагеря. И родители тоже активно покупают путевки, сообщили нам в Министерстве образования региона. На сегодня запрошено родителями бронирование более 21 тысячи. Оплачено путевок 11,5 тысяч. То есть уже более 11 тысяч родителей воспользовались федеральной программой кэшбэк и получили возврат в размере 50% от оплаченной суммы. На данный момент можно говорить о том, что путевки с использованием системы кэшбэк были выкуплены на первый-второй сезон. В Ростуризме напомнили, если родители по какой-то причине не воспользовались кэшбэком, у них есть еще неделя. Продажи завершаются 15 июня. И в завершение выпуска новость сферы культуры. 26 вокальных номеров и яркие спецэффекты. В Краевом музыкальном театре готовится к главной премьере сезона мюзиклу «Человек-амфибия». Сейчас на сцене проходят финальные репетиции. О том, как артисты вживаются в роль и чем планируют удивить барнаульского зрителя, расскажет София Яценко. Из морских глубин в любовный омут. Знаменитый роман отечественного фантаста Александра Беляева скоро заиграет новыми красками. В Краевом музыкальном театре активно готовятся к долгожданной премьере мюзикла «Человек-амфибия». 26 вокальных номеров, 10 из которых исполнены главный герой Ихтиандр, он же «Человек-амфибия». За время спектакля ему предстоит прожить немало периодов жизни. Познает любовь, он познает разочарование, он познает боль, разлуки. И к концу спектакля он уже взрослый. Если можно его позиционировать как подростка изначально, то в конце спектакля он, преодолевая разные трудности, он становится мужчиной. В постановке задействована почти вся театральная труппа, а вот женские роли всего две. Были сложности, так как я впервые исполняю главную роль лирического плана. До этого у меня были только характерные роли. Поэтому, ну да, немножечко волнительно. Помимо игры самих персонажей, артистам приходится осваивать и непростой музыкальный материал. Сама партия очень непростая. Очень непростая. Написана для очень профессионального, высокого голоса. Поэтому, помимо очень качественного пения, ну к чему мы стремились, я надеюсь, это получится, ребята должны еще, очень большая физическая нагрузка на них идет, и танцевальная, и пластическая, и актерская, естественно. Понятно, что вот такой фантастический материал требует фантазирования, требует определенных сценических эффектов, которые непременно зритель будет ждать. Да, нам самим, конечно, хочется куда-то шагнуть за пределы плоскости сцены. По словам режиссера, в спектакле будет немало спецэффектов, в том числе настоящая вода. Еще одним сюрпризом для барнульского зрителя станет неожиданная концовка, которую придумали специально к этой интерпретации. Оценить грандиозную премьеру мюзикла зрители смогут уже с 15 по 17 июня. София Ценко, Вадим Быстревский, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 2040 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...